Новости на телеканале ИКС в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Смотрите далее. Переполненные урны и разбитая плитка. Евгений Горлов проверил соблюдение правил благоустройства в Балаклаве. Гражданин, который отказался от права на получение набора социальных услуг, он имеет право восстановить свою льготу. Улучшить качество жизни пациентов. В Севастополе открывают новые пункты выдачи льготных препаратов. В этом году отмечается очень большой рост поступления исполнительных документов. Проверить и оплатить задолженность. Судебные приставы Севастополя провели акцию «Узнай свои долги». Мусор, плитка, зарастает сорняками, грязный тротуар. Представители правительства регулярно проверяют соблюдение правил благоустройства. В этот раз результаты их не порадовали. Сегодня осматривали центральные улицы Балаклавского района. Подробнее в сюжете. Убранная и убранная, не почищенная. Переполненная. Здесь явно уборку сегодня не имеют. В том числе и подметание не осуществлялось. Заместитель директора департамента благоустройства следит за чистотой в городе постоянно. Сегодня состоянием набережной Балаклавы одного из любимых мест отдыхающих Евгений Горлов недоволен. Уборку здесь, похоже, не проводили несколько дней. Много людей, которые отдыхают у нас, которые идут на море. Видим, что на сегодняшний момент не проведено кошение. Даже на тротуаре сегодня есть трава пророщенная. То есть это говорит о чем? Что это не содержится территория. Не осуществляется подметание. Это нарушает санитарный порядок, в принципе, территории, показательной территории, которая находится в Балаклавском районе. Евгений Горлов говорит, урн на центральной аллее много, а вот с их обслуживанием большие проблемы. Будет претензия высказана муниципальному округу, Балаклавскому району, в виде предписания. Ну и, соответственно, уже дальнейшие действия за неустранение, невыполнение мероприятий будем смотреть вплоть до лишения госполномочий всяческого содержания территории. Уборка не производится и возле набережной Назукино. Опорные стены осыпаются, заборы полуразрушены, а посреди улицы Кирова бытовой мусор. По словам Евгения Горлова, город должен быть чистым круглый год. И для этого представители департамента городского хозяйства продолжат проводить проверки. А узнали, насколько качественно следят за благоустройством улиц Балаклави, Алевтина Игнатьева, Анастасия Каминская, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. О проблемах лекарственного обеспечения в Севастополе, а также о перспективах развития в этой сфере, рассказали представители департамента здравоохранения. Чтобы улучшить качество жизни пациентов, в нашем городе открывают новые пункты выдачи льготных препаратов. По словам начальника управления по лекарственному обеспечению и лицензированию медицинской деятельности Зинаиды Супис, такие аптеки организовали в пяти городских больницах, в селе Андреевке, а также по проспекту Октябрьской революции 33. В планах еще два пункта в отпуске лекарств. Аптека на проспекте Октябрьской революции теперь работает с 8 до 20 часов. Это удобно для работающих пациентов. В городе организовали три дополнительных пункта в отпуске наркотических лекарственных препаратов для палеоативных больных. Наладили работу с пациентами и медработниками по обеспечению больных трансдермальными терапевтическими системами. Это позволяет ввести лекарства через кожу без инъекций. За весь прошлый год пациенты использовали 19 трансдермальных систем. В этом году уже 300 упаковок. На официальном сайте правительства Севастополя можно найти информацию о пунктах выдачи льготных лекарств, перечень препаратов, а также данные о наборе социальных услуг для граждан. До 1 октября текущего года гражданин, который отказался от права на получение набора социальных услуг, он имеет право восстановить свою льготу и получать льготные лекарственные препараты в полном объеме. Один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам – отмечают сегодня. В этот день верующие собираются в мечетях на молитву, а паломники отправляются в хадж. Праздник продолжается три дня. Губернатор Дмитрий Овсяников поздравил мусульман Севастополя с Курбан-Байрамом. По его словам, этот праздник – неотъемлемая часть духовного наследия многонационального народа в Крыму. Губернатор отметил «всем нам близки почитание памяти умерших, уважение к старшим, помощь тем, кто находится в трудной ситуации». Дмитрий Овсяников пожелал верующим душевного спокойствия, мира, здоровья и благополучия. Далее о других темах. В Зинопарке провели акцию «Узнай о своих долгах». Служба судебных приставов приняла участие во Всероссийском рейде. Мероприятие проводят четыре раза в год. Специалисты напомнили жителям нашего города о том, что важно вовремя оплачивать свои долги. Подробнее в сюжете. Предупрежден, значит вооружен. Узнать, как получить выплату по алиментам и проверить свою задолженность, может любой желающий. Для этого служба судебных приставов провела акцию «Узнай о своих долгах», которая прошла в Динопарке. Если оплата не поступила вовремя, грозит запрет на право пользования водительским удостоверением, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а также изъятие имущества. В этом году отмечается очень большой рост поступления исполнительных документов. Если в прошлом году у нас на исполнении находилось в общем количестве 52 тысячи исполнительных документов, то в этом году за шесть месяцев уже было на исполнение 60 тысяч документов. Основная масса, конечно, это поступления штрафов ГИБДД. Кроме того, судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проводят автомобильные рейды по выявлению должников. По словам специалистов, этот метод считается одним из самых эффективных. На сегодняшний день также у нас благодаря правительству появился комплекс дорожный пристав. Это помогает выявлять тех должников, которые имеют транспортное средство. Даже буквально мне сегодня докладывали, что за 4 часа работы было остановлено порядка 20 должников. Павел уверен, долгов у него нет. Молодой человек регулярно проверяет свои начисления. Считает, быть честным перед государством важно для собственного спокойствия. Нужно устраивать такие мероприятия, такие акции, потому что также не все имеют иногда возможности время-вовремя проверить это в каких-то государственных органах. Или также не все умеют пользоваться интернет-ресурсами. Поэтому почему бы не сделать такое событие, когда человек может подойти буквально за пару минут, узнать, есть ли у него какие-то обязательства, начисления и решить эти вопросы на месте. Чтобы проверить историю своих оплат, достаточно зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Также можно установить приложение. С его помощью можно быстро и удобно проверять задолженность. А не забывают вовремя оплачивать штрафы. Наталья Мешкова, Анастасия Каминская, Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. Специалисты завершают разбор торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где из-за пожара 25 марта погибли 60 человек. Об этом сообщили в администрации области. Всего в составе комплекса было семь зданий. Сейчас демонтировали пострадавшие от огня постройки. Работы стартовали 14 июля с разбора внешних элементов здания. На месте торгового центра обустроят сквер. Внимание у жителей и гостей Севастополя. Сегодня часть нашего города останется без света. Об этом сообщили на официальном сайте Севастополь Энерго. Не будет света с 8 до 16 часов в поселке Любимовка и селе Фруктовом. С 7.30 до 16.30 отключат электричество в селе Орлином. А с 8 до 17 не будет света на прививочной станции в селе Андреевка и очистных сооружениях в поселке Солнечном. Отключение, связанное с ремонтными работами. Оригинальный способ защиты личной жизни применили в Нидерландах на одном из фестивалей. Гостям мероприятия предложили нанести отметку на лоб красной точкой, если они не хотят оказаться участниками фоторепортажа. Об этом сообщили на местном информационном портале. Красную точку, стикер, можно было получить у организаторов фестиваля или нарисовать помадой. Уточним, из 70 тысяч посетителей всего трое не пожелали сфотографироваться. К стране приходит конец, когда она теряет свою культуру. Об этом заявила певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина на форуме Таврида. На смене лета джаз и рок-н-ролл на Всероссийском молодежном образовательном форуме Таврида провели тренд-сессию коммерциализации в искусстве. Ольга Кормухина рассказала о роли артиста в сохранении национальной культуры. По словам певицы, со сцены нужно возвращать людям потерянные эмоции. Напомним, в этом году форум проходит в шесть смен для более трех тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов и волонтеров из всех регионов России. Таврида завершится 31 августа. И в завершении выпуска Индия переживает сильнейшие за 100 лет наводнения. Муссонные дожди в стране продолжаются. Реки вышли из берегов и полностью затопили несколько городов. Выбраться из домов людям помогают военные. Но находятся граждане, которые не готовы покинуть свое жилье. В одном из районов женщина отказывалась от эвакуации, пока военные не согласились забрать 25 собак пострадавшей. А в Севастополе дождя не прогнозируют. Сегодня в нашем городе малооблачно, температура воздуха плюс 30 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Морская вода прогреется до плюс 26 градусов. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok